С 1 апреля государство планирует ввести цифровой рубль, так называемый. И меня просили прокомментировать, что же это такое, я попытался разобраться. Сейчас в интернете масса видео всяких, которые пестрят просто заголовками. Вот одни из них. Вы обязаны это знать! Цифровой рубль рабства? Цифровой рубль внедрения тотального контроля? Что будет с деньгами? Цифровой рубль защитит наличные теневого бизнеса и вытрясет кошельки маргиналов. Цифровой рубль с 1 апреля? Как жить дальше? Вот мне очень понравился еще такой заголовок. У меня электронный паспорт, цифровая трудовая книжка, запись о жилье в базе данных. Потом случился компьютерный сбой. Ну и человек стал бомжом. Цифровое рабство с 1 апреля, цифровой рубль. Давайте попытаемся разобраться. И да, вот здесь есть такой автор Владимир Туров, который, мне кажется, наиболее разобрался достаточно хорошо в этой теме. И он тоже против цифрового рубля. Да, и вот еще, что такое цифровой рубль и почему это важно знать. И практически все из этих публикаций это против цифрового рубля. И единственное, значит, ну более-менее грамотное, наверное, объяснение, это вот у Владимира Турова, наверное. Вот это вот цифровой рубль и почему это важно знать. И что я посмотрел видео до конца. В общем-то, это видео от РБК, где комментарии специалистов о том, что же такое цифровой рубль и так далее. И еще я видел, что цифровой рубль это вот инструмент, там, в любой момент государство сможет отключить вам кошелек и так далее, и так далее, и так далее. Давайте попытаемся разобраться. Итак, здравствуйте, друзья. Здесь Демитков Юрий. Ну, давайте попытаемся разобраться, что же такое цифровой рубль и с чем его едят. Ну, во-первых, вот по поводу вот этих всех видео о том, что цифровой рубль это рабство и так далее, и так далее. Что государство хочет контроль над вашими тратами, над вашими финансами, что государство может в любой момент выключить вас и так далее, и так далее. Значит, хочу ответить следующее. Что такое государство? Государство это настройка над обществом, которая призвана, ну, по идее должно быть, призвана для того, чтобы защитить интересы граждан этого государства. Так нас учили, меня учили, по крайней мере, в школе. И еще по опыту, мне уже вот буквально сейчас скоро исполнится 60 лет, я по опыту могу сказать, что с государством шутки плохи. И не надо играть в азартные игры с государством, потому что государство, ну, вы не переиграете по-любому. Это вот, ну, мой опыт. И сейчас я объясню, почему. Ну, по поводу того, что же такое цифровой рубль и с чем его едят. На самом деле, вот из комментариев, которые в РБК, мне стало понятно, что цифровой рубль это такие же наличные деньги, в общем-то, они будут меняться один к одному. Эмитентом будет Центробанк, действительно, он будет все это контролировать. И, ну, надо ли нам подключаться к цифровому рублю, ну, я считаю, что да, надо, потому что это прогресс. Итак, смотрите, чем отличается, ну, давайте вообще взглянем вот на обычный кошелек обычного гражданина. И я хочу сказать, что большая часть элементов цифрового рубля, она уже вот здесь, в кошельке каждого гражданина. Когда я хожу в магазин, ну, мой кошелек выглядит не совсем так, на самом деле, потому что в моем кошельке практически нет наличности. Нет наличных, я их не использую. Но вот кошелек обычного человека, я взял кошелек жены, вот он выглядит так. Так, здесь вот есть отделение для наличных рублей, для наличных рублей. Также у нее в кошельке есть масса всяких карточек, вот магнит там и так далее. Значит, что здесь? А, и карточки, ну, это я уже положил свои карточки, это карточки банковские. Банковские карточки. Вот, давайте разберемся по порядку, значит, вот со всеми этими элементами. Первое. Вот наличные деньги. Ну, одна из самых там употребимых купюр, это вот, ну, там, здесь 1000 рублей, здесь 200 рублей. Что отличает эти купюры? Ну, здесь есть, во-первых, номинал 1000 рублей, да, и вот здесь вот есть, на каждой купюре, на каждой купюре есть свой номер. Каждая купюра имеет свой номер. Если вы нашли две купюры с одинаковым номером, то, по крайней мере, одна из них фальшивая. Ну, это достаточно очевидно. И кто выпускает эти деньги? Выпускает эти деньги государство. И люди говорят, что только наличные, только наличные, потому что государство не отследит наличные, их обороты и так далее, и мы, так сказать, сможем там, ну, как бы, ну, утаить эти деньги от контроля государства. Да, это действительно так. Вы сможете утаить деньги от контроля государства. И есть люди, которые призывают, значит, все деньги иметь только в наличности. Напоминаю, с государством шутки плохи. Вы думаете, что, да, и люди говорят, что вот этот цифровой рубль государство в любой момент отменит. А наличные, типа, не отменят. Отменит. Еще как. Так, мне скоро 60 лет, я говорю, и я прекрасно помню, как государство отменило и внедряло, вообще говоря, карточки и безналичные расчеты для населения. Оно просто сказало, что с такого-то числа, через две недели, вот такие-то купюры, десятитысячные, по-моему, это были, или там, я не помню, или десятки, то есть там была деноминация, или... Ну, то есть государство в любой момент может сказать, что вот такие-то купюры больше в обращении не будут через две недели. Вот вам две недели, через две недели, значит, будьте добры, все, ваши деньги ничего не стоят. Все. И каждый из вас имеет право, значит, поменять деньги в банке в размере, там, ну, не более, там, какой-то определенной суммы. В нашем случае это было, насколько я помню, десять тысяч рублей. Все. И что с вашими наличными деньгами? Ничего. Они превращаются очень быстро в прах. Кто на этом зарабатывает? Ну, за наличные деньги всегда ратуют те, кто хочет обмануть государство. Это люди, которые хотят скрыть свои доходы от налогов, это люди, которые хотят, ну, занимаются каким-то вообще нелегальным бизнесом и так далее. Если вы к числу таких, то да, цифровой рубль, наверное, не для вас, потому что в любой момент государство отключит ваши кошельки. Вот. А с наличными как борются? А вот так вот. Взяли и отменили купюры. Все. И говорят, что вот эти купюры не будут действовать. То есть государство здесь с наличными. Не надо думать, что наличные это прямо вот совсем-совсем надежно и безопасно. Это не так. Теперь далее. Теперь идем далее. Значит, давайте идем далее. Далее, значит, вот в кошельке здесь присутствуют, вот они, элементы уже цифрового рубля. В частности, вот эти вот, ну, карточки. Что такое вот эти вот все карточки, карты лояльности? Что это такое? Смотрите. Вы, когда рассчитываетесь в магазине, то вы используете, скажем, наличные рубли. И действительно банк, центробанк, финансовые власти не могут их отследить. Но когда вы даете вот эту карточку, а когда вы регистрируетесь ее, так сказать, ну, для того, чтобы эта карточка дает право на либо скидки, либо бонусы накопительные, которые можно потом поменять на, ну, те же самые скидки на товары при расчете в этой сети. То есть это привязка к данной конкретной сети, во-первых, то есть карты лояльности. А во-вторых, для чего это нужно сетям? Почему они дают вам эти деньги? Почему они дают вам возможность это сделать? Да потому что они хотят улучшить вашу жизнь. Они хотят сделать товары дешевле. Каким образом? Они изучают спрос на товары у конкретной группы населения. То есть вы, когда регистрируетесь, вот, регистрируете эту карту в приложении магазина, то автоматически вы даете согласие на то, что сеть анализирует данные по вашим покупкам, по всем. И вот там эти самые кричали, ну, противники цифрового рубля, говорят, вот, государство будет знать, значит, даже если я купил презерватив. Да, а государство уже знает, вернее, не государство, а торговая сеть точно уже знает, что вы купили презерватив, потому что вы его купили у магазина, у торговой сети. И так все известно. Зачем торговые сети собирают эту информацию? Как я уже сказал, для того, чтобы улучшить свой сервис, улучшить логистику. Потому что складские помещения, они стоят денег, это аренда, это большая аренда. И поэтому в магазины надо подвозить товаров ровно столько, сколько в среднем покупают люди. И для этого нужен анализ, ну, того, кто и сколько покупает в конкретном магазине. И это делается, и именно поэтому в пятерочке самые низкие цены, и именно поэтому торговые сети разорили всех частников. Потому что частники не могут это себе позволить. Там логистика дешевая, во-первых, ниже, и расходы на складские помещения ниже. Вот. То есть, вот эти вот карты лояльности, это уже элемент слежения за вашей потребительской активностью. Далее, значит, мы используем карты, потому что, ну, карты, это удобно. Смотрите, вот он кошелек. И вы несете кошелек, и вы его потеряли. Что произойдет с вашими наличными деньгами? Вы потеряли свои наличные деньги. Вы их уже никогда не следите, где они, что они, все. То есть, человек, который нашел ваш кошелек или украл, он полностью завладел вашими деньгами. Безраздельно и навсегда. Потому что вы уже ничего это не вернете. Потому что он их истратит совершенно спокойно и по своему усмотрению. Но при этом, если в кошельке он достанет карту вашу банковскую, то, ну, единственное, что он сможет сделать, это заплатить где-то там, где, ну, там до 1000 рублей, может быть, и все. То есть, ваши потери будут минимизированы. Для чего, почему это сделано? Ну, потому что, вот на случай утери карточки. Дальше вы просто доходите до ближайшего телефона или достаете телефон из кармана, смартфон, и тут же блокируете эту карточку. Все, деньги на карточке сохранились. Карточка восстанавливается. То есть, карточка эта надежнее, чем наличные. В смысле, если потеряют. Ну, то же самое в смысле пожара и так далее. В смысле хранения денег. Ну, люди, которые выступают против цифрового рубля, я заметил, там, пенсионеры всякие и так далее. Ну, люди, ну, что вы в самом деле, значит, если у вас там отбирать уже нечего, так сказать, вы нищий уже давно, и вы уже давно рабы. Ну, что вы тут, это самое выступаете, что нас хотят сделать рабами. Вы уже давно рабы, потому что вы целиком зависите от подачи государства, пенсионеры. Понимаете, да? И если государство вам говорит по телевизору, что идите и посылайте своих детей на бойню, то рабы послушно идут и посылают своих детей на бойню, потому что за это платят деньги, 150 тысяч рублей, а не 20 тысяч, которые может человек заработать нормально. Это что? Не рабство, это рабство. Вот, теперь далее. По поводу государства в любой момент может заблокировать эти счета. Да, это так. Да, это так. А сейчас? Если у вас есть долги по ЖКХ, по алиментам, если кто-то, ну, там, исполнительный лист от судебных приставов есть у вас, ну, поступил исполнительный лист судебным приставам. Что делают судебные приставы? Звонят в Сбербанк. Ну, это Тиньков, на самом деле. Они звонят в Сбербанк, говорят, вот, счета такого-то гражданина, пожалуйста, буквально звонят. Заблокировать. Банки регулярно даже по звонку блокируют, хотя не имеют права. Вообще говоря, судебные приставы посылают предписания обычно в Сбербанк, самый надежный, который считается, и у которых у всех, у вас почти наверняка есть счета. У меня нет счета в Сбербанке. Вот, и, пожалуйста, ваш счет блокируется. И с вашего счета будет взыскана эта сумма. По долгам за ЖКХ, буквально. И масса примеров этого есть. То есть, то, чего вы боитесь, наступило давно. А теперь давайте попытаемся разобраться, что же такое цифровой рубль, и что я понял из того, что объясняли видео о... Да, еще, кто ратует за цифровой рубль? Те, кто хотят уйти от налогов. Вот, это вот видео конкретно, ну, я посмотрел, там человек грамотный, разбирается, все такое прочее, чем он занимается. Он занимается криптовалютами. Криптовалютчик. Потому что криптовалюты, говорят, криптовалютчики, это прямо вот инструмент такой вот... Ни за что Центробанк не проконтролирует и так далее, и так далее. Но криптовалюты можно купить через обменники, и эти обменники известны. Вот. Ну, короче говоря, там тоже все блокируется. Вот. Цифровое рабство. Цифровое рабство, это, конечно же, тоже криптовалютчики. Ну, по поводу цифрового сбоя. Да, это возможно. Теперь далее. Вот тут Ольга Четверикова, это вообще, это нечто. Я как послушал, так это вообще. Она говорит, что цифровой рубль это инструмент подавления, это инструмент рабства. Люди, которые защищают цифровой рубль, это люди с измененной психикой. Это вот про меня прямо. Вот я с измененной психикой, потому что все, кто думает не как она, это люди с измененной психикой. Дорогая Ольга Четверикова, это вы с измененной психикой. И не надо там мазать людей, значит, вот я такая умная, а все остальные дураки. Те люди, которые считают, что вот те, кто говорит, что я такой умный, все остальные дураки, как правило, так говорят дураки. Потому что умный человек всегда сомневается и всегда думает, а вдруг я не прав. Теперь далее. Ну, и вот, значит, Владимир Туров действительно более-менее разобрался, и РБК разобралась, что же такое цифровой рубль. Итак, цифровой рубль. Насколько я понимаю, вот из того, что сказано на канале РБК, то цифровой рубль будет то же самое, что вот обычный вот такой рубль. Он имитируется центробанком, и каждый цифровой рубль имеет свою цифровую метку и отслеживается все транзакции с этим рублем. Далее. Вот кошелек будет тоже цифровой. Каким образом мы будем оперировать с цифровыми рублями? Мы заводим себе цифровой кошелек. Это примерно то же самое, что счет в банке. Практически то же самое. Что такое счет в банке? Это набор цифр сейчас, ничего больше. И смотрите, сейчас очень популярная вещь – это система быстрых платежей, который пытался внедрить Центробанк. И внедрил, и все этим пользуются сейчас, потому что это удобно. Это система моментальных переводов по номеру телефона. То есть я хочу перевести деньги кому-то, другому человеку, контрагенту. Я говорю, там сказать, через систему быстрых платежей, номер телефона выбираю. Начнем, говорит, выбери, в какой банк ты будешь переводить этому человеку. Я выбираю тот банк, перевожу. Деньги поступают моментально и без комиссии пока. Без комиссии. И, естественно, Центробанк все это контролирует, все это видит, но ничего не отключает. Ничего не отключает. Потому что Центробанку выгодно, чтобы вы пользовались системой быстрых платежей. И это действительно удобно. Что же будет такое цифровой рубль? А то же самое. У каждого человека в телефоне, в смартфоне появится приложение. Цифровой кошелек, в котором будут лежать цифровые рубли. И будет, естественно, система придумана, как этими цифровыми рублями расплачиваться. То ли, если у вас есть система NFT или NST, я всегда путаю. Ну, прикладываем NFT, по-моему. Прикладываю телефон к терминалу. Деньги списываются. Ну, в данном случае сейчас списываются у меня с той карточки, которую я привязал к этому сервису, который помогает считывать. И все. Есть сейчас внедряется система QR-кодов. То есть, я захожу в приложение своего банка, значит, навожу камеру смартфона. Он считывает чек и тут же оплачивает этот чек в магазине. То есть, можно не носить свою карточку, во-первых. Во-вторых, далеко не все телефоны обладают вот этой системой NFT. То есть, камера есть, пожалуйста, это есть. Скорее всего, так и будет с цифровым рублем. То есть, деньги будут списываться только не с банковского счета, а с цифрового счета. Никакой разницы. Будут ли эти деньги контролироваться? Да, будут. Центробанком и финансовыми организациями. И это, я считаю, правильно. Смотрите, что такое государство? Государство это надстройка над обществом, которая призвана для того, чтобы защищать интересы государства, граждан общества. Так должно быть. Государство защищает, надстройка, которая защищает интересы граждан общества. Но государство, кроме того, это элемент подавления. То есть, есть граждане, которые, в общем, хотят обмануть государство, уйти от налогов, украсть деньги у других граждан этого государства или заниматься какой-то, значит, незаконной торговлей. Естественно, государство это дело стремится пресечь. То есть, государство имеет функции надзорные и карательные. Это вот, ну, как бы очевидно. И это записано в любом государстве. Потому что государство в интересах граждан заставляет других граждан соблюдать все законы. Это нормально. И действительно, государство хочет иметь контроль над всеми финансами. Потому что это в ваших же интересах, интересах граждан. Потому что именно вы постоянно плачетесь, что построите нам хорошие дороги. Построили хорошие дороги. В дворы, значит, благоустройте. Ну, благоустраивают уже и дворы. С этим тоже все нормально сейчас. Посмотрите, ну, жизнь действительно становится лучше. За счет чего эта жизнь становится лучше? А за счет налогов, в том числе ваших налогов. И если вы отказываетесь платить налоги, то тем самым вы, как бы, должны расписаться, что да, нам хочется, чтобы дороги были плохие. Да, нам хочется, чтобы медицина была отвратительная. Ну, то есть, вы либо крестик снимите, блин, либо трусы наденьте. Одно из двух. То есть, как бы, государство это взаимодействие. То есть, если вы хотите, чтобы государство вам что-то обеспечивало бесплатно или там какое-то образование, медицин, дороги, то, соответственно, пожалуйста, взаимодействуйте с государством так, как это надо. Теперь, какие здесь есть риски на самом деле? Ну, риск того, что государство не уследит за сохранностью данных граждан. Он есть. Он есть. Но все мы пользуемся банковским приложением, мы к этому привыкли, и мы надеемся, что банк, в общем, так сказать, наши вклады охраняет надежно. И, как правило, это действительно так. То есть, ну, мошенникам сломать банковскую программу и вывести деньги с вашего счета без вашего ведома, в общем, практически достаточно сложно. Как правило, мошенники идут на всякие ухищрения для того, чтобы выпутать у вас всякие пин-коды, какие-то смсы и так далее, и так далее. Но когда вы сообщаете мошеннику смс-код, который пришел вам для подтверждения чего-то, то, соответственно, вы сами сообщаете мошеннику свои персональные данные, свои секреты, и вы помогаете ему это сделать. И банк говорит, ну, не делайте этого, все эти банки говорят. Вот, то есть, вот такие возможности, да, действительно есть, и здесь ничего не изменится, потому что, ну, какая разница? Вы сообщите смс-подтверждение мошеннику по поводу снятия денег со своей карточки или со своего цифрового кошелька. Разницы никакой. Вот, теперь далее. Сможет ли государство отключать цифровые кошельки отдельных граждан? Да, сможет, конечно. Вот, и здесь вопрос, ну, в доверии к государству. И об этом чуть позже. Сможет ли государство отключать электронные кошельки, ну, каких-то организаций? Да, сможет. И здесь вопрос именно к государству. И теперь риск, который вижу я, это большой риск. Давайте предположим, что власть в государстве захватила какая-то криминальная группа. Предположим. И эта криминальная группа получает действительно неограниченную власть. Она захватила власть, скажем, государственную, захватила власть судебную, подчинила себе, предположим, и телевидение, естественно. И что делает власть? Власть, конечно же, такая власть стремится сохранить свою власть. Сохранить себя у власти. Для чего она, значит, добивается этой власти? Ну, для того, чтобы пилить бюджет. Элементарно. Потому что, ну как, жулики и воры делают свое дело. Они воруют. Вот. Пилят бюджет. И хотят сидеть на этом бюджете вечно. Что сделает такое государство? Естественно, оно будет блокировать счета и транзакции тех граждан, которые выступают против такого государства. Да, это будет. Это вот. Ну, это уже происходит. Вы посмотрите. Государство вполне себе блокирует счета. Ну, скажем, в США, да и во всей Европе запросто заблокировали счета Russia Today. Потому что Russia Today, по их мнению, давала недостоверную информацию. Это есть. Что происходит в России, напишите в комментариях. Я не хочу об этом говорить, потому что рискую нарваться. Вот. Но, подытоживая, я могу сказать, что вся проблема не в цифровом рубле. Вся проблема в государстве. И чьи интересы защищает это государство. Если государство, как и положено государству, защищает интересы большинства граждан, то цифровой рубль будет просто дополнительным инструментом для того, чтобы улучшить жизнь этих граждан. Это прямая обязанность государства. Улучшать жизнь своих граждан. Защищать их интересы. То есть, смотрите. Государство четко знает, где, какие деньги, сколько их в наличии. И государство, естественно, будет бороться с теневым бизнесом. Это очевидно. И это будет действительно инструмент борьбы с теневым бизнесом. Вы ничего не сделаете. Если вы хотите поиграть в азартные игры с государством, играйте. Но я вам могу сказать по опыту, что вы проиграете. Однозначно. Наличные, безналичные и так далее. Люди, делайте только законные вещи. Не делайте незаконных вещей. И тогда вы не проиграете. А для того, чтобы государство вас не насиловало, а именно работало в ваших интересах, то, пожалуйста, позаботьтесь о том, чтобы государство было именно таким. Не захвачено группой какой-то криминальной, а чтобы государство именно защищало ваши граждане, ваши права. И именно для этого существуют механизмы выборов, демократия, независимые суды и так далее. То есть суды должны не зависеть от государства, они должны защищать законность. Именно законность. Не справедливость, ничего. Именно соблюдение законов, которые написаны. Вот и все. А не играть в интересах, скажем, государства или какой-то кучки лиц. Или, например, за деньги решать какие-то дела, что тоже регулярно бывает. То есть независимый суд, пожалуйста, это инструменты, которые контролируют государство. Независимая пресса – это инструменты, которые контролируют государство, потому что люди должны иметь право высказывать свое мнение, которое может не совпадать с точки зрения государства. И не быть за это, ну, как бы под риском сесть в тюрьму на 15 лет. Потому что не согласны с каким-то мнением государства, которое просто вот утвердило свое мнение, которое единственное и которое может. То есть вопрос о введении цифрового рубля, он однозначно будет, во-первых. Во-вторых, я считаю, что цифровой рубль – это прогресс. И Россия в этом смысле, в цифровом смысле, продвинулась намного дальше, чем многие развитые страны, чем многие европейские развитые страны. Не побоюсь этого слова сказать это. Точно совершенно. И поэтому здесь Россия на передовых позициях. А вот станете вы рабами или нет – это уже вопрос к государству и к вашему выбору. Напишите, что вы думаете по этому поводу, поддерживаете вы цифровой рубль или нет. Я думаю, что я ответил еще не на все вопросы, поэтому задавайте вопросы, я прокомментирую это дело. Я даже готов провести прямой эфир по этому делу, потому что, ну, наболело. У меня есть своя точка зрения, да, как у айтишника, да. Я понимаю, что это такое, как это работает. Наверное, больше других, больше многих. И, соответственно, я готов отвечать на эти вопросы. Итак, подытоживая, я за цифровой рубль, но я не за контроль государства тотальный, и, ну, не за тот контроль, который вот происходит сейчас. На сегодня все. Лайк, подписка и до встречи. С вами был Демитков Юрий.